итак добрый день дорогие друзья я продолжаю связывать все свои остатки в рамках проекта извязать все которые я сама придумала собственно сама придумала сама и вижу и я связала очередную небольшую вещь это вот такая повязка для моей дочки саму основу повязки как вязать я записывал мастер-класс у меня есть такая же повязочка с пум пончиками собственно как вязать основу если вы вдруг хотите можно посмотреть там но это повязка уже такая кошечка у меня дочка та еще кошатница и она очень попросила меня связать ей повязку кошечку что значит очень попросила то есть пока я мятный свитер свой довязывала да я его довязала она мне каждый день говорила как даже ты мне будешь вязать повязку кошечку потому что пришла весна у нас весна не сильно теплая и нам приходится ходить в повязках чтобы уши не продуть и мы каждый день одеваем повязку корону сейчас и повязку с пум пончиками она очень хочет повязку кошечку вот я исполнила ее мечту довязала свитер и связала быстренько вот такую повязку я что очень быстро очень легко почему потому что здесь лицевая гладь здесь резинка собственно ничего сложного начала там укороченными рядами кому интересно зайдите посмотрите а ушки я вязала по принципу ушек на кота шапках знаете такие на четырех спицах они такие двойные принципе их можно двойной полы наверно вязкой вязать но я связала на четырех спицах вот такие на 10 петелек здесь ушки кто вдруг захочет повторить глазки соответственно вышила носик тоже вышила швом петля в петлю и такая над хорошенькая миленькая получилось мы сегодня уже ее вы гуляем сегодня мы поедем в деревню на дачу и поэтому я быстренько снимаю сейчас видео мне не так много вещей накопилось но пока я здесь пока я в городе я решила это видео снять потому что часть вещей мы наверное собой не возьмем что мы собственно не возьмем сейчас я вам покажу не возьмем мы наверное вот этого красавца хотя я не знаю это уж как валерия решит но пока вроде она не планирует его брать потому что у нас и так 4 чемодана мы едем на все лето и вот этому красавцу тоже она каждый день водила его гулять причем одевала на него младень вещи такие совсем маленькие мишки на мишка это мой сын ее собственно брат вот я и давала одевать пупсов его совершенно малюсенькие комбинезончики 56 52 размера собственно которая она надевала на этого тигра распашонки и я решила чтобы не мучить животное такое милое связать ему костюм пряжа это совершенно дешевая карачаевская что ли ее называют в таких намотках в матках она продается когда-то мне ее отдавала мама мама раньше вязала сейчас у нее руки сводит она уже не вяжет и надо куда-то эту пряжу все было пристроить потому что она валяется выкидывать мне жалко вообще я не люблю выкидывать такие вещи и я решила почему бы нет почему бы не одеть тигра конечно конструкцию я хотя и вроде продумала вязала как для собачек свитер очка но он все равно здесь топорщится на будущее я буду знать что нужно совсем мало петель набирать я сюда набирала на перед два раза меньше чем на спинку надо наверно вообще в три раза или даже в 4 меньше набирать чтобы она это дело не топорщилась но в принципе эти корни жалуются тигр радио зовут мурчик кому интересно обвязала я двойной полой вязкой тут вот так вот вниз не двойной пола как это айкорд вот айкорд двойным полом шнуром или просто полом шнуром ну собственно вот шнуром обвязала я низ рукавчики сделала рекламу и еще потом так как лера ходит в повязках и свои повязки на потом берет одевает на тигра иногда жертвуя даже своими ушами то тигру было принято решение тоже связать повязку и тирк тигр теперь у нас такой модно эта девочка у лера все девочки поэтому за выбором пола тигра вопрос не стояла эта девочка у нас даже код он у нас мальчик на его зовут муся потому что так захотел ребенок но код собственно не жалуется вот это вторая вещь которую я связала еще есть у меня такие сейчас я достану такой комплект я его вижу уже очень долго уже с начала весны это вот такие митинги я не знаю я показывала не показывал в инстаграме точно показывала а на ю тубе показывала не показывал я не знаю ну вот собственно а я по ним на их основе снимала мастер-класс по вот этому индийскому клину так что в индийском клине вы их точно видели эти митинги но наверное целиком я уже не показывала потому что было как раз переходный период вот это начало весны когда собственно все мировоззрение опять поменялось и мне уже был такой переходный период я заканчивала снимать мастер-класс у меня зимой какая-то находит на меня какая-то волна вот этой съемки мастер-классов а летом это все проходит весной и летом весной и летом я вижу больше на описание и вот эта волна как раз проходила я хотела сначала целиком снять мастер-класс на митинге но мне не хватило собственно силы воли терпения куда желание настроение поэтому был снят только индийский клин а на сами митинге я делала описание описание есть на работе найти мы рауре можно если зайти в мой на мой канал так одеваю зайти на мой канал и там есть ссылка где все ссылки на рауре вот так вот одну руку неудобно делать и не такие с шишечками вязала я их из пряжи так сейчас помню alize baby wool хорошая пряжа хорошая но мне кажется дороговато для ее такого сегмента но хотя хорошая хотя мне нравится и потом она такая скользкая немножко потому что она составе содержит бамбук из-за этого наверное я еще не сильно из нее люблю вязать вот еще задумалась почему я не люблю из нее вязать потому что расцветки очень красивую вот этих батиков вы знаете да как я люблю батики а почему-то ее не беру наверное не беру как раз таки потому что она немножко скользкая вязать из нее не совсем удобно у меня получаются вот такие танцующие петли вот собственно на митингах мы слишком долго тут с вами задержались митинги я связала и к митингам я уже давно начала вязать повязку собственно эту повязку я как раз и хотела сделать сушками и потом лере такую же сушками связать но у меня пошли другие проекты и как-то на эту повязку я забила собственно и забросила сейчас хочу взять ее с собой чтобы все-таки добить доделать она обычная такая английской резинкой двухсторонней английской резинкой связано ничего совершенно особенного но вот этот проект у будет я надеюсь еще из готового забыла вам показать я связала 2 такой шарф на такой шарф я зимой снимала мастер-класс и связала 2 2 такой это alize angora gold пряжа шарф такой он вяжется частичным вязанием получается такой интересный достаточно мне понравилось пряжи такая осталась еще поэтому я связала 2 тут долго задерживаться не буду вы его уже видели да этот шарфик мастер-класс тоже где-то у меня на канале есть если хотите заходите вяжите так из того что я уже показывала сейчас аккуратно потому что ряд не довязала решила быстренько снять видео ряд не довязан у меня это вот это вот жилетка с пляшущими укосами видите они уже тут больше по грядочкам видно как они немножко смещаются к центру совсем немного связала потому что довязывала как раз таки мятный свой свитер и на этот у меня времени особо не было но я его тоже беру с собой на дачу и там уже будут обязывать а сейчас покажу крупную вещь которую я довязала надеюсь я сделаю фотографии до монтажа и вставлю фотографии тоже вот он собственно кого я вам показывала свитер кого который я вам показывала уже в процессе вот он закончен он еще не досох я вам влажным показываю петельки вроде не сильно конечно но получше стали определенно но я его еще раз буду стирать вообще я люблю по два раза стирать когда я только довязала я люблю по два раза стирать вот такой он получился описание на него еще раз вам расскажу я прописывала как я его вижу своем телеграме также дублирую в контакте в обсуждениях потому что telegram уже начинает плохо работать собственно так что еще а и буду делать описание соответственно по тому тексту который я сейчас прописывал в телеграме я сделаю описание чтобы желающие смогли его себе связать вот так вот я оформила здесь сами вот эти вырезы на рукавах да вы понимаете у него открытые плечи то есть голые плечи я вообще неожиданно неожиданно для себя открыла эти голые плечи я пока сидела в декрете практически никуда не ходила и очень редко куда-то выходила с мужем мы оставляли детей у бабушки и обычно мы брали свой я брала свою сестру и мы ходили куда-нибудь он своего брата вот так вот мы четвером ходили гулять и мы пришли в клуб я смотрю всех открытые плечи а я вообще люблю когда где-нибудь что-нибудь открыто поэтому я такая думаю ничего себе на мистера говорит что с какой луны ты свалилась уже давно все так ходит на ну я собственно не знаю никуда не хожу и вообще у меня есть радостная новость и я сейчас радостно для меня не знаю как для вас я сейчас меньше буду снимать по одной такой приятной для меня причине я наконец-то вышла на работу сына у меня взяли в детский сад мы прошли комиссию пойдет он туда с сентября но я уже сейчас устроилась на работу по удаленную собственно поэтому мы едем на дачу бабушка будет помогать мама моя сидеть с ним два через два я чему безумно рада потому что у меня декрет в декрете я сижу уже три года представляете для меня это вообще невыносимый какой-то срок просто потому что я не привыкла сидеть на попе я привыкла двигаться как-то ну блин не люблю вот это дело ничего не делать вот просто сидеть там на диване смотреть сериалы убирать стирать готовить но перестирать готовить че ладно бог с ним да но так вот и поэтому для меня это очень радостное событие что я наконец-то закончила свой декрет и добила его и теперь могу жить полной жизнью для себя ну вот и все это все что я вам хотела сегодня показать все что я хотела вам сегодня рассказать спасибо за внимание пока пока пока